Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня у нас прогноз на ближайшие 7 дней на 4 колодах, каждая из которых будет участвовать в каждой из 4 позиций. Итак, колода у нас Таро, это Таро Арканум, также Ленорман под розами, карта Таро для девочек и магические врата. Будем использовать для нашего прогноза на неделю. Итак, эти пока карты я убираю в сторону. И на Таро буду выкладывать наши 4 позиции. Первая карта это общий фон вашей недели ближайшей. То есть в целом какая-то неделя, да? И пока я выкладываю карты, я вам напоминаю, что у меня есть также и плейлисты. То есть вы можете посмотреть плейлист предсказания будущего, например, или послание высших сил, советы высших сил, или отношения, здоровье, работа. Все что угодно вы можете выбирать, смотреть. И любое видео из этих плейлистов актуально в момент, когда вы его смотрите. Подбирайте, что нравится и смотрите. Не переживайте, что это, допустим, может быть записано в прошлом году или там 4 года назад. Это не важно, оно действует. Первый коктейль на позиции 1 у нас малиновый. А второй коктейль будет на второй позиции морковный. Так, третий с какими-то невероятными цветными радужными фруктами. И четвертый коктейль киви. Вот такие замечательные 4 коктейля там. Надеюсь, что прогноз вам понравится. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем. Итак, наша первая позиция. Малиновый коктейль. Общий фон недели. Сначала смотрим ваш на ближайшие 7 дней. Это у нас выпала жрица. Жрица говорит о том, что вы в ближайшую неделю будете очень-очень сконцентрированы на каких-то знаниях, на обучении, на изучении, на глубоком изучении чего-то. А также, может быть, погруженную в эзотерику. И будете изучать все потустороннее, такое загадочное, интересное. Будете добывать какие-то сакральные знания, оккультные знания. Читать запрещенные книги или издания. Ковыряться в интернете. И, может быть, создавать вокруг себя таинственную волшебную атмосферу. Конечно же, жрица показывает раскрытие способностей к ясновидению, к яснознанию. Может быть, вы будете заниматься таро, рунами, то есть изучением всего такого. Или, может быть, минералами, камнями, психологией, астрологией. Может быть, нумерологией. Все равно чем угодно таким интересным и глубоким. И также это очень углубленное изучение каких-то других любых наук, знаний. То есть, когда вы погружаетесь в какую-то профессию творчества досконально, полностью с головой, как говорится. Естественно, добыча информации у жрицы – это основное. Она хочет не просто духовно вырасти, она хочет стать очень умной в какой-то сфере. Для нее это важно. Познание чего-то очень такого для нее интересного. И, естественно, это играет роль в ее жизни всегда. То есть, то, что она узнала, она потом применяет на практике. Ну, я думаю, что тут нужно дополнять. То есть, общий фон недели у вас довольно загадочный. Под эгидой какой-то магии, волшебства проходит. Так, дополняем. Солнце, видите, у вас очень хорошие падают карты. А солнце говорит об исполнении желаний. О том, что за неделю будет что-то очень счастливое такое. За семь дней, за ближайшего сбудутся какие-то, ну, там, не знаю, чайные мечты, добиваетесь каких-то целей интересных. И солнце всегда говорит о прояснении ситуации. То есть, когда, по сути, человек узнает какую-то информацию, которую раньше не мог добыть. Вот почему жрица. Может быть, вы добиваетесь какой-то информации, и вдруг по солнцу она проясняется. И вдруг вы, ну, окунаетесь в эти знания и понимаете теперь, что к чему. Также солнце показывает часто очень большое счастье. То есть, когда человек очень сильно радуется чему-то, буквально празднует и ликует. Он говорит, ну, наконец-то этот стик добился, да. Так, смотрим еще карту. Повешенный. Ну, повешенный показывает, что ради каких-то своих целей вам придется чем-то пожертвовать в ближайшую неделю. Более того, конечно, это карта, когда ты смотришь на все иначе. Ну, вот под другим углом, вниз головой, да. Когда он же очень креативный, особенно в этой колоде повешенный, вообще занимается акробатикой, балетом. И мы понимаем, что, вот, может быть, вам не хватает креативности в работе. И вдруг вы начинаете на все смотреть под другим углом. И фантазировать, и понимать, насколько вот иной подход действенен, допустим, в зарабатывании денег для вас. Смотрим дальше. Наш Ленорман что скажет, что у вас в ближайшую неделю будет. Ух ты, плеть. Ну, плеть здесь показывает довольно такую сексуальную женщину, да, стервочку. И она говорит о том, что, возможно, у вас будет кому-то страсть. Такие проявления отношений, когда все горит, да. Когда бушуют внутри. Иногда ревность это показывает, плеть. Но часто плеть может показывать и под этой ревностью, да, выяснение отношений. Мол, предъявление такое. А что ты делал в 2 часа ночи, там, такого-то августа. Или еще что-нибудь, да. То есть, где ты был, почему был выключен телефон, как так. Вот. Ну, и также эта карта часто означает, что, ну, вообще, какие-то идут эмоции. Вот такие вот жгучие. Ну, то есть, какая-нибудь, там, страсть, ревность. Там, иногда гнев. Но такой вот, быстро проходящий, соответственно. То есть, когда человек вспыхивает и потом начинает сразу же, ну, напрямую выяснять, что же произошло. Да, и тут же ему, по сути, дается ясность ситуации. Ему объясняют, да, успокойся, там, успокойся. Видите, лилии, да ты успокойся, вот тебе букет лилий вот этих прекрасных. Вот. Ну, все-таки лилии, они говорят о мужчине, появлении мужчины в вашей истории. И тут для мужчины, если вы мужчина гадаете, это какой-то начальник, скорее, начальник. Или очень представительный мужчина, с которым вы решаете денежный вопрос. Но вот, как раз-таки, по плете, именно с ним вы можете немножко поконфликтовать. Однако, денежный вопрос решится, да, или деловой вопрос. То же самое с женщиной. Это может быть деловой мужчина, и она решает с ним деловые вопросы. А может быть, ее мужчина, у которого как раз-таки появляется или положение в обществе, или деньги. И она начинает с ним как-то выяснять отношения, что-то требовать. А может, у них, ну, вот такие вот накаленные отношения, когда бушуют страсти, да. Ну, давайте посмотрим теперь карты Таро для девочек. Что же они вам скажут на ближайшую неделю? Какая остренькая у вас неделя с разными событиями, да. Испытание вас ждет, испытание. Храбрость и силу нужно будет проявить в этом испытании. И что же потом? Ух ты, ключевая карта девушки. Это связано с какой-то женщиной. Так. И от нее будут новости. То есть, получается так, что испытание, вам проявлять нужно храбрость, силу, и какая-то девушка приносит новости. То есть, это все не просто так. Испытание было нужно для того, чтобы эти новости получить от какой-то девушки или женщины. Так, смотрим теперь магические врата для вас. Видите, сколько тут уже новостей. Прими то, что есть, говорят магические врата. Я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие. Вот вам нужно научиться принимать в жизни то, что есть. И тогда вы будете более спокойны и уверены в себе на самом деле. Поверь в волшебство, говорит карта. Моя жизнь наполнена волшебством. Замечательная карта, да? Она сразу же вам показывает, что на самом деле, если вы поверите, что все будет хорошо, то правда все будет хорошо. Поэтому ничего не бойтесь и смело идите в ближайшую неделю. Все будет хорошо. Ну, вот такая позиция номер один. Переходим к позиции номер два. Наш морковный коктейль. Общий фон недели сначала смотрим у вас. Ух ты, король кубков. Ну, ближайшая неделя у вас, во-первых, какая-то очень нежная, любовная неделя, да? Когда, возможно, есть общение с любимым человеком, мужчиной или женщиной, неважно. Важно то, что вы кому-то несете кубок своих чувств или кто-то несет этот кубок вам. Более того, конечно, карта понимающая такая. И когда люди общаются, вот друг друга как-то поддерживают, понимают, сочувствуют, любят, защищают как-то, да? И получается, что неделя будет очень неплохой. Но для женщины это явно влюбленный в нее мужчина, да? А для мужчины, вот он женщине несет свой кубок любви. Поэтому, по сути, неделя у вас любовная, я бы сказала. Именно чувственная такая, чувствительная неделя, да? Когда люди окунаются в отношения или когда кем-то впечатляются, получают знаки внимания. И часто король кубков бывает очень серьезен на самом деле. То есть, когда вы понимаете на неделе, да, допустим, сделаете вывод, что кто-то вас по-серьезному любит и поддерживает. Это очень важно, я считаю. Ну, давайте посмотрим следующую карту. Четверка мечей, карта медитации в этой колоде. Она показывает, что вам нужно уметь концентрироваться. То есть, в ближайшую неделю, возможно, вы будете осваивать свое желание концентрироваться. Что это значит? Вы уединяетесь и начинаете пытаться осознать, чего я в жизни хочу, какие у меня цели. Хочу ли я разобраться в себе. Хочу ли я поднять свой духовный уровень. То есть, у вас очень много будет вопросов к самому себе или к самой себе. И, естественно, вы будете получать на них ответы. Смотрим дальше. Двойка кубков. Любовь. Да, вот видите, опять же идет. Кто-то, кто любит вас, будет рядом с вами, поддерживать вас. Даже в ваших каких-то начинаниях в плане духовного развития. Если вы захотите уединиться, этот человек поймет вас на самом деле. Но на самом деле, вот этот человек и всеми фибрами души все равно с вами. Даже если вы захотите от него на несколько часов отделиться и посидеть в одиночестве, человек мысленно будет все равно с вами. Для одиноких людей это явный шанс создать какие-то отношения или найти человека хотя бы для будущего. Познакомиться с ним. Ну, а также двойка кубков, она показывает союзы. То есть, возможно, кто-то предлагает вам некий союз. Вы начинаете думать, а стоит ли мне принять это предложение. И потом вы по двойке кубков принимаете предложение заключить этот союз. Ну, давайте посмотрим теперь, Ленорман. Вышла леди у нас, женщина, да. Мужчина. Интересно. Здесь явно в ближайшую неделю у вас будет вот как пара. Общение мужчины и женщины. И звезды. Многообещающее общение, любовное общение. Возможно, иногда на расстоянии. Но вы на что-то надеетесь, по сути, в этом общении. Это очень важно. На самом деле, звезды это очень хорошая карта. Она часто исполняет желание. Но желание в чем? В любви. То есть, у вас не особо задет на неделе денежный аспект. Возможно, у вас есть постоянная работа и заработок. И вы сейчас не особо сконцентрированы на этом, но больше сконцентрированы на личных отношениях или на создании какого-то союза, альянса. Может, заключение контракта. И очень надеетесь тогда на это. Смотрим следующую карту. Второй девочек. Счастье-долголетие. Какая интересная карта. Вы знаете, она часто говорит о том, что может прийти какое-то правда счастье, но также выздоровление, долголетие. То есть, это исцеление от каких-то заболеваний или, по крайней мере, надежда на это. Ох ты, неприятности дальше падают. И доверие, дружба. То есть, какая-то дружба избавит вас от неприятностей. Есть люди, которые вас поддерживают. Они рядом. Это ваши друзья или те, может, любимый человек, которому вы доверяете. И получается так, что да, у вас будет что-то замечательное на неделе. Дальше вам покажется, что у вас есть неприятности. Но тут же вас, ваши друзья или друг, или человек, который вас поддерживает, избавит от этих неприятностей. Поэтому не переживайте ни за что. Со всеми нами бывают небольшие сложности. Но это не значит, что вы в них погрязнете с головой. У вас очень много счастливого на ближайшую неделю падает. А вы как раз таки неприятности. Всего одна такая картишка маленькая. Так, смотрим дальше. Плыви по течению, советуют магические врата. Я плыву по течению вселенной. Вот так и надо делать. Доверяйте Богу, доверяйте вселенной и высшим силам. И также разрушение барьеров. Я расширяюсь, разрушаю границы навстречу радости и свободе. Вот видите, у вас, может быть, какая-то дорога падает. Плыви по течению, то есть покоряйся этой дороге на самом деле. Также, естественно, разрушайте барьеры. Вдруг вы боитесь куда-то ехать. Или не знаете как, не знаете почему надо ехать. Решаться мне, не решаться. Разрушайте барьеры, не бойтесь ничего. Может, вы летать боитесь, может, вы боитесь поездов или еще чего-то. Разрушайте барьеры. Вообще преодолевайте в себе все страхи. Даже если это не дороги касается. То есть у вас идет избавление от каких-то неприятностей. И это значит, что разрушение барьеров, скорее всего, с этим связано. То есть, чтобы решить свои проблемы, нужно разрушить барьеры. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. Позиция номер три. Что вас ждет в ближайшую неделю, в ближайшие семь дней? Сначала карта основная, основной фон недели, да? Это у нас умеренность. Умеренность показывает, что неделя у вас будет очень ровной, спокойной. Или, может быть, под девизом исцеления каких-то ситуаций или даже улучшения здоровья. Вообще карта умеренность замечательная на самом деле. Она всегда говорит о том, что и люди притираются, и мерятся с недостатками друг друга, и мерятся друг с другом, и выздоравливают. И вообще, ангел-хранитель всегда с вами по этой карте. Поэтому ничего не бойтесь, вот в неделю вступать вам можно, потому что она очень спокойная, ровная, хорошая, добрая. И вообще, под девизом доброты, да, проходит эта неделя ближайшая. Поэтому вам уже надо понять, что ваш ангел с вами, и все будет хорошо, даже если что-то выпадет не то, да? Смотрим дальше. Император. Какой-то мужчина будет задействован у вас на этой неделе. То есть, вы будете с кем-то взаимодействовать, с каким-то императором, мужчиной. Этот мужчина, вероятно, или очень представительный, тот, который занимает высокий пост в обществе, да, там, в работе. Или этот мужчина очень сильно обладает большим самомнением. Но вам все равно придется с ним решать вопросы, взаимодействовать, общаться. И для вас это будет важно, потому что такой человек часто может оказывать покровительство. То есть, император, он и есть император. А для мужчины, кстати, здесь прогноз, да, что он еще и сам может занимать место императора, и занимать руководящий пост, богатеет, да, или просто вы, может быть, давно сидите на руководящем посту. И это ваши обязанности. Вот моя неделя проходит ровно, я император, да, и я по пятерке жезлов борюсь со своими конкурентами в чем-то. Ну, а для других так получается, что по пятерке жезлов, да, идет перетягивание каната. То есть, один тянет на себя, другой на себя. И вам с кем-то придется спорить, отбивать свое, соревноваться, конкурировать, и в любом случае бороться за свое место под солнцем. Это важно, особенно в работе. Так, у нас вышла карта женщина, и вышла карта ребенок. Вот с женщиной, с ребенком вам тоже придется взаимодействовать в ближайшую неделю. Может быть, это вы, эта женщина, с ребенком. Но тогда ребенку нужно будет уделить очень много внимания. Либо общаться с какой-то женщиной, у которой есть ребенок. И с этим ребенком тоже общаться придется. Дерево показывает, что эти люди могут быть связаны с вами семьей. Но также дерево говорит о том, что ребенок, например, выздоравливает. Вот есть женщина, есть ребенок, рядом с ребенком падает карта дерева. Это значит, что ребенок выздоравливает. Тем более, что мы здесь видим умеренность. Но также дерево вообще показывает хорошее здоровье. Так же, как и карта умеренности. И выздоровление, допустим, даже не для ребенка, а для вас. Или вообще для всех, кто как-то, допустим, сейчас вас беспокоит в плане здоровья. То есть, получается так, что есть надежда на лучшее и на то, что будут хорошие исходы. Более того, смотрите, дерево – это всегда очень большая крепость человека. Благосостояние и уверенность в себе. Этот ствол так просто не согнешь руками. То же самое человек. У него глубоко корни уходят в землю. Ветви цепляются за небо. И очень прочный ствол. Вот такой прочный человек, да? Вот вы будете очень прочны в ближайшую неделю. Давайте посмотрим карты Таро для девочек. Общество. Вам придется общаться в обществе, да? В каком-то. Не все люди вам оттуда знакомы. Это общество связано с обучением и тайной. Может быть, какие-то тайны раскрывает это общество и чему-то вас обучает, да? Может, вы на какую-то учебу собираетесь или на работе идет обучение. И успех в делах. То есть, обучение в каком-то обществе несет вам большой успех в делах. И, естественно, карты просто так такой знак давать не будут. То есть, может быть, вам правда нужно обратить внимание на какую-то учебу, да? Или познание каких-то тайн. Так, смотрим теперь магические врата для вас. Наслаждайся. Я наслаждаюсь благами жизни. Ну, это хорошая карта. Она говорит о том, что у вас с финансами все будет обязательно хорошо в ближайшую неделю. И следуй за своим счастьем. Моя душа поет от радости, говорят карты. Ну, значит, у вас счастье будет. Да еще и хоть отбавляй. Поэтому не переживайте. Неделя у вас пройдет очень хорошо. Главное теперь зарядиться оптимизмом и вперед, только вперед. Вот такая вот третья позиция. Позиция номер 4. Что же вас ждет в ближайшие 7 дней? И общий фон недели давайте смотреть. Шестерка кубков. Ну, шестерка кубков это карта такая романтичная, хорошая, светлая. Она часто говорит правда о том, что человек может встретить кого-то из прошлого на будущей неделе. Или общаться с людьми из прошлого. Или с человеком из прошлого. Вспоминать что-то. Много чего вспоминать из прошлого. И иногда это тоска по прошлому, а иногда просто воспоминания. Но также карта говорит и о романтике, о романтическом увлечении кем-то. И о том, что идет конфетно-букетный период, подарки, знаки внимания, комплименты. Конечно, эта карта никогда не говорит о сильных, не знаю, успехах в работе. Но она часто говорит о людях, которые заботятся о других. То есть, занимаются либо благотворительностью, либо социальной помощью, медициной. Там, да, и там сестры милосердия, дом престарелых, социальная защита, учителя, воспитатели. То есть, все, кто связан с людьми, да, с общением с людьми, социумом, с тем, чтобы кому-то помогать. Может быть, у вас с этим тогда связана работа. Давайте еще смотреть. Следующая карта – суд. Ну, суд показывает часто очень благодатные перемены. Ну, буквально возрождение, да. Вот человек думал, что его ситуации кармические, тяжелые, вот завернулись в тугой узел. И уже так просто не развязать. Есть тяжелые моменты в жизни. Человек погрязает, вот, буквально в каких-то жизненных трудностях. А суд всегда показывает, у тебя еще есть шанс, у тебя есть реабилитация. Ангел трубит свою трубу, да, и мертвые встают из могилы. Тут то же самое. Если вы думали, что все безнадежно, на самом деле это не так. То есть, вам дают высшие силы надежду на что-то хорошее и светлое. То есть, на разрешение каких-то, как будто бы безвыходных ситуаций. Следующая карта Королева Пентаклий. Она вот как раз таки показывает налаживание финансового сектора. И говорит о том, что финансовая стабильность не за горами. Если вдруг вы искали работу, уж точно найдете и хорошую. А может быть, даже чуть-чуть продвинетесь по карьерной лестнице. Конечно, Королева Пентаклий это общение с какой-то очень доброй женщиной. Советы от нее и помощь. Очень-очень хорошая карта. Ну, давайте смотреть теперь Ленорман. Димит. Это мой мопс. Он так вот хрюкает бывает. Так, гора. У вас какая-то давно неразрешимая проблема стоит перед вами. И вы понятия не имеете, как ее решать. Солнце. Она разрешится обязательно в ближайшую неделю. Или, по крайней мере, пойдут поклевки. К тому, чтобы все-таки эта проблема когда-то разрешилась в лучшую сторону. Рядом выпадает Лиса. Лиса это хитрость. Бывает рядом хитрый человек, который пытается обмануть. Но рядом Солнце. Поэтому карта Лиса здесь выпадает именно в позитивном значении. Когда вы проявляете хитрость для того, чтобы обойти эту гору. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. И как-то решится эта проблема именно хитростью. Хитрое решение есть у этой проблемы. То, которого вы совершенно не ожидали. И все прояснится в лучшую сторону. Поэтому не переживайте. Смотрим карты Таро для девочек. Начало пути у вас идет. Интересно. Куда-то поедете, что ли? Ага. Молодой человек. Мужчина какой-то с вами в дороге. Ух ты какой-то мужчина. В ловушку загоняет. И что там? А в ловушке подарок. То есть вас как будто бы какой-то человек пытается куда-то позвать. Но именно для того, чтобы вы не отвертелись от его внимания. Или подарков. Или каких-то знаков внимания. Разговоров. Может быть комплиментов. Может быть это какой-то не обязательно там любимый человек. Может это друг. Может быть это коллега по работе. Но о чем-то хочет с вами именно поговорить. Ну протолкнуть какую-то идею. Но для вас это будет как подарок. То есть человек пытается сделать все для того, чтобы с вами обсудить. При этом вам не хотелось на эту тему общаться. Но это оборачивается как раз таки чем-то очень хорошим. Всегда помните, что не всегда ловушка. Это правда ловушка. Иногда человек пытается вас поймать для того, чтобы сделать для вас что-то прекрасное. Ну давайте смотреть дальше. Магические врата. Стой на своем, говорят магические врата. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Вот вам нужно понимать, что если все-таки есть у вас какая-то идея в жизни, цель. Вам нужно все-таки идти к этой цели. Несмотря ни на что. Забота о себе. Я принимаю и люблю себя. Правильно. Нужно заботиться о себе. Нужно любить себя. И никогда собой не пренебрегайте. И не только на этой неделе, а вообще в жизни. Карта хорошая. Она говорит, что у вас будет пора позаботиться о себе. То есть не только о других. Не только предоставить им какой-то комфорт. А еще и для себя что-то хорошее сделать. Отдохнуть. Может быть правда куда-то поехать. Может быть с мужчиной. И там действительно как будто бы в ловушке подарок. Но все-таки подарок. Хорошие карты. Поэтому ни о чем не переживайте. А смело идите в свои приключения. Ну вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. И подписывайтесь на канал Школа Таро Альвьен. Всем пока и до новых встреч.